В эфире программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Коротко о главных темах. В небо подняты беспилотники с тепловизорами. Четвертые сутки в Куринском районе ищут пропавших парня и девушку. 30 миллионов рублей – и это только на документацию. Чуйский тракт ждет масштабный капремонт. Обед по расписанию. В Барнауле планируют открыть ресторан в историческом здании, где в 30-е годы располагалась НКВД. Итак, в Алтайском крае уже четвертые сутки ищут парня и девушку. Они пропали в районе горы Синюха в Куринском районе. По данным МЧС, на связь молодые люди последний раз вышли 17 августа. Пропавшим по 19 лет – это жители Рубцовского района Кузнецов Алексей Александрович и Черкасова Елизавета Константиновна. Днем 17 августа 2024 года пропавшие со своими родственниками прибыли к подножию горы Синюха, которая располагается на территории Куринского района, для совместного проведения досуга. Около 17.00 часов они вдвоем решили осуществить подъем на гору Синюха и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Сейчас пропавших ищут с помощью беспилотников, оснащенных тепловизорами. Это позволяет не прекращать поиски в ночное время. К операции подключились спасатели, полицейские, добровольцы. Волонтеры Лиза Алерт ищут возможность привлечь также владельцев легкомоторных самолетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Во время доследственной проверки следов преступлений на горе не обнаружено, в том числе следов борьбы и волочения по земле. Поиски продолжаются. А тем временем в Горном Алтае завершились поиски пропавшего туриста из Красноярска. Его нашли погибшим. 22 июля альпинист Павел Ильяхин при спуске с горы сорвался в ущелье. Родственники не теряли надежды, что мужчина жив, однако найти его удалось лишь 1 августа. К тому моменту он уже был мертв. На Малтайский ребенок залез на грузовой поезд и получил сильнейший удар током. Трагедия произошла накануне. 12-летний мальчик задел контактную сеть. С термическими ожогами его доставили в больницу. Состояние мальчика медики оценивают как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату ИВЛ. Также стало известно о состоянии пострадавших в страшной аварии на Павловском тракте. Напомню, ДТП произошло в выходные. В результате столкновения автомобилей погибла 20-летняя девушка. Еще 11 человек получили травмы. В Минздраве сообщили, что пятеро пациентов находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно. В Минздраве Алтайского края рассказали, как подготовить ребенка к школе без стресса и утомлений. По словам врачей, детей нужно готовить к новому режиму как минимум за две недели. А это значит, что сейчас самое время. Подробнее расскажем в сюжете. Две недели до школы. Самое время подготовиться к новому режиму, который наверняка был сбит за три месяца каникул. Уже сейчас врачи советуют укладывать детей спать так, как это будет с началом учебного года, чтобы приучить к рабочему ритму. Также у ребенка перед сном следует забрать гаджеты. Их лучше заменить живым общением. Я предлагаю все-таки родителей связь с детьми, чтобы не теряли. Вот это то самое время, когда можно погладить, пообнимать, рядом посидеть. Как день прошел у родителей, как день прошел у ребенка. 20 минут в день такого общения хватает. Если это сделать перед сном, то тогда и сон будет хороший, и любовь будет, и все будет обсуждено. Большую особоченность у врачей вызывают близорукость у школьников. Она развивается и прогрессирует в начальных классах, когда у ребенка появляется большая зрительная нагрузка, к чему орган зрения не приучен. С началом учебного года специалисты советуют научить ребенка упражнениям для расслабления глазных мышц, ограничить время за телефоном, организовать правильное освещение и посадку за рабочим столом. «Посадка должна быть вот такой. Стул без колес должен быть. Ребенок должен сидеть так, чтобы тут проходил кулак, да, чтобы по высоте, ну вот этот стол для меня высоковат, да, чтобы локти были под прямым углом, и тогда просто у него физически не будет вариантов нагнуться, да, и носом там читать, писать». Также врачи рекомендуют детям хотя бы полчаса в день уделять физкультуре. Сегодня проблемы с осанкой имеют 17% первоклассников, после начальной школы уже 33%, и, наконец, 67% выпускников школы имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. «На многие вопросы хотелось бы вспомнить одну старую нашу пословицу или поговорку, как правильно сказать, чисто не там, где постоянно убираются, а там, где не мусорят, да, то есть вот здесь экстраполировать на остальные другие ситуации. Не надо соблюдать каких-то мер, когда уже беда нагрянула, когда уже появилась проблема. Всегда в нашей советской медицине была позиция профилактической медицины, да, то есть нет опущения какого-то состояния». А еще специалисты говорят, что сейчас самое время поддержать интерес к наукам. Сводить ребенка в планетарий, ботанический сад, музей, и даже самостоятельный выбор тетради и карандашей могут замотивировать ученика скорее вернуться за парту. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. До начала учебного года остается всего две недели. Родители школьников уже озадачены поиском одежды и покупкой канцелярии. Однако медики рекомендуют позаботиться и о том, чтобы в портфеле у вашего ребенка всегда была бутылочка воды. Подробности в следующем сюжете. Человек, как известно, на 85% состоит из воды. И лучше других это знают спортсмены, чьи тренировки не обходятся без живительной влаги. Казалось бы, обычным людям так скрупулезно подходить к вопросу водного баланса не обязательно. Однако этот юный атлет немногим отличается от своих сверстников, которые устраивают спринтерские забеги на большой перемене. Для растущего организма очень важно соблюдать питьевой режим. Для школьников младших классов суточная норма составляет порядка полутора-двух литров в день. Для более старших школьников, а также студентов, эта норма возрастает до двух с половиной литров. Нехватка жидкости в организме часто маскируется голодом. Поэтому, если вам кажется, что вы голодны, просто вспомните, а когда вы в последний раз пили стакан чистой прозрачной воды. Эту воду, можно сказать, производит сама природа. Добывают ее из артезианских скважин глубиной от 220 метров. Для очистки используют фильтры и ультрафиолет, максимально сохраняя макроэлементный состав, полезный для человека. Кстати, в питьевой воде он такой, что употреблять ее можно столько, сколько хочется. В отличие от минеральной, которая, по сути, лекарства и требует строгого соблюдения дозировки. Вредно, конечно, и перегружать портфель ученика лишним весом, где и так тяжесть гранита науке. Поэтому важно подобрать удобный формат упаковки 0,5 или 0,7 литра с крышкой спортлок для тех, у кого пока еще вся жизнь на бегу. К другим темам. Чуйский тракт ждет капитальный ремонт. Упор Дорхалтай готов заплатить более 30 миллионов рублей за подготовку документации к ремонту и выполнение инженерных изысканий. Это данные сайта госзакупок. Согласно документам, которые появились в интернете 16 августа, подрядчику предстоит обследовать трассу Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск, граница с Монголией, подъезд к Телецкому озеру. Задача будущего подрядчика к 8 октября 1926 года предоставить документы, где будут даны заключения по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме зданий культурного наследия. Итоги акциона подведут 20 сентября. Напомним, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил федеральному Минтрансу обеспечить реконструкцию Чуйского тракта с обходами сел Саузга и Манжурок. Пожарные эстафеты, стометровая полоса препятствий и боевое развертывание почти как у настоящих огнеборцев. В рамках 40-й по счету профильной смены юные пожарные преодолели все предложенные им испытания на прочность. Кто в итоге стал победителем и насколько серьезным было соперничество? Расскажем далее. Стометровая полоса препятствий, боевое развертывание и, наконец, пожарная эстафета. Все как у настоящих огнеборцев. Даже эстафетная палочка не простая, а пожарный ствол. Первый участник пробегает по лестнице через домик, второй участник преодолевает забор, третий бум и на четвертом этапе участник, одетый в боевую одежду пожарного, тушит горящую жидкость в противне огнетушителем. Все это на время и на скорость. Азарту юных пожарных многие бы позавидовали. Подобные смены проходят в крае уже 40 лет подряд. Исключением стал только ковидный 2020-й. Все команды боролись на пределе возможностей. Победители отделяло от второго места всего один балл. Мы очень готовились, но победа давалась очень сложно. Выкарабкивались из самых низов. Все умения и навыки, которые были получены на этой профильной смене, нашими участниками будут использованы в жизни и будут также применяться при занятиях и во время учебного года. И еще немного об итогах. Первое место вырвали Барнаульские ребята из 52-й школы. Они и будут представлять край на российских стартах. На втором месте юные спасатели из 17-й школы Новоалтайска. На третьем ребята из 124-го Барнаульского лицея. Татьяна Голубева, Денис, Толком. Жители села Иняшила Больхинского района показали в сети, с каким трудом им приходится добираться до больницы. Вот так жители добираются до больницы. Переехали около Дроздихи, перетащили мотор на себе на опь. Потом еще километр пешком по острову к лодке, а дальше за тысячу рублей людей перевозят на другой берег. А так кто не может, помирает на берегу. Как мой отчим умер в прошлом году в апреле. Вышел вот сюда, упал и умер. В местном ФАПе, со слов жительницы, нет специалистов. Никто не задерживается, так как медикам не дают жилье. Женщина в своем видео рассказывает, что в селе много беременных, пожилых людей, маленьких детей, которые нуждаются в медицинской помощи. На жалобы жителей администрация Шелобольхинского района не реагирует. Более-менее добраться до больницы можно лишь зимой по льду, добавляет местная жительница. К слову, на видеообращение уже отреагировала алтайская прокуратура. Нарушаются ли права жителей села Иня, поручил проверить прокурор алтайского края Антон Герман. Положительный итог. Нечистоты больше не стекают вовь вблизи Барнаула. Владельцы кондиционных колодцев, строительный гипермаркет Лиман-Про укрепили грунт вокруг инженерных сооружений и кондиционные стоки перестали попадать в реку. Еще несколько месяцев назад из кондиционных колодцев нечистоты стекали прямо вовь. Экологическую проблему начал освещать Народный фронт. Тему подхватили и средства массовой информации, в частности наш телеканал. Начались ведомственные проверки. В пробах речной воды специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение бактерий группы кишечной палочки. А в воздухе было зафиксировано превышение сероводорода. Строительному магазину предложили предпринять определенные меры, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Мы здесь были раньше, когда был, во-первых, более высокий уровень воды и поступали источные воды через колодцы непосредственно в реку. Сами колодцы были в разрушенном состоянии. Сейчас есть следы улучшения инженерной части. То есть сделали оголовок колодцев, выровняли на местности. На сегодняшний день запаха нет, видимых поступлений по поверхности нет. Несмотря на то, что компания навела порядок вокруг инженерных сооружений, представители общероссийского общественного движения вновь будут обращаться в природоохранную прокуратуру и выяснять, какой именно процент загрязняющих веществ попал в главную водную артерию региона. Он жизнь свою отдаст, чтобы спасти твое. В краевой столице отметили День фронтовой собаки. Всероссийская акция проводится ежегодно. Она посвящена подвигам служебных и армейских собак в военное время. В этом году четвероногие бойцы свои навыки демонстрировали на площадке Алтайского государственного краеведческого музея. Подробнее в сюжете Марии Костылевой. Так студенты Алтайского гостехникума кинологии инсценируют нападение преступника. Собака на чеку обучена команды «Знает». Жертва спасена. Однако есть еще чему поучиться и есть пример для подражания. Ведь еще во времена Великой Отечественной собака была для человека не просто другом и спасателем, но и боевым товарищем. И об этом с уважением помнят. Их вклад достаточно весомый был. Это были и собаки-подрывники, и медицинская служба, и разминирование. Очень большие сферы применения собак в годы войны были. Поэтому вот в память об этих собаках проводится это мероприятие. Чего только стоит подвиг армейской овчарки Дины. Первой собаке-диверсанта Красной Армии. Осенью 43-го года она, рискуя жизнью, взорвала вражеский эшелон и осталась жива. Еще одна значимая заслуга – Джульбарса. Знаменитой собаке-сапера. Животное обнаружило почти 8 тысяч мин и более 150 снарядов. Собаки-бойцы и сегодня очень выручают на передовой. И не только. Например, этого бельгийского красавца зовут Аслан. Работаем уже на протяжении 7 лет с ним. Выезжаем на места происшествия. Работает он у меня по целевым веществам. То есть обнаружение взрывчатых веществ, оружие. Они могут и на задержание ходить. По запаху они хорошо ищут наркотики, боеприпасы. Также и по разыскной деятельности, по разыскной службе они выезжают на места происшествия. То есть на грабежи, на разбой могут по запаху человека, по следам. То есть найти жулика. От таких собак требуется характер и уверенность. Для службы их отбирает по физическим и умственным качествам. Службу служебное животное у нас начинает с одного года. Получает специальное образование. В специализированных школах с ней приходит кинолог. Потом начинает службу по направлению деятельности. Служба проходит до 8 лет, пока не исполняется служебную 8 лет. После мы можем, если собака готова нести службу дальше, продлить его на 1-2 года. Однако для того, чтобы собака безупречно выполняла команды, нужно найти к ней подход. Один из них заключается в методах дрессировки. Некоторые собаки, допустим, больше любят лакомство. Ей больше подходит вкус опасительный. Некоторые вот игривые. Ей больше подходит игровой метод дрессировки. Также на мячик, на игрушку. Некоторые собаки жесткие. С ними надо пожестче. Которые доминантные. В принципе, доминируют над хозяином. С ними нужно жестко, с самого детства. У каждого студента кинологического техникума есть свой питомец. Будущие кинологи обучают подопечных безупречно выполнять команды, искать человека в толпе, находить предметы и не только. И это все ради того, чтобы в будущем они могли защитить не только своего хозяина, но и, возможно, стать собаками-героями страны. Например, как Дина и Джульбарс. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле продолжают обсуждать варианты восстановления Петропавловского собора. Деревянный храм святых апостолов Петра и Павла построили еще в 1749 году. В каменном обличье церковь на бывшей соборной, а ныне Площади Свободы, воссоздали в 1771 году. А в 1935-м собор был полностью разрушен. И в последние годы время от времени возникает идея восстановить старейший храм Барнаула. Мы решили спросить у горожан, как они относятся к этой идее. Несколько веков назад здесь построили первую Барнаульскую церковь, Петропавловский собор, прямо на Площади Свободы. Однако в 20-м веке его снесли. Сейчас планируют возродить. Как считаете, здесь нужен Петропавловский собор? Ну, а почему бы и нет? Да. Я люблю красивые здания. Мне кажется, тут и так все хорошо. То есть не нужен? Нет. Нужен. А почему потомкам нужен? Ну, мы же все-таки русские люди. Традиции какие-то все-таки есть. Что-то должно сохраняться, правильно? Так Бога нет. Зачем он нужен? А вообще нигде в Барнауле он не нужен? Я считаю, у Барнаула другое предназначение. Какое? Барнаул, Ялтайский край, станет источником вечной жизни на земле. Ну, наверное, нужен. А почему? Ну, для людей. Вот здесь вот тоже иногда собираются и православные приходят. И люди ходят. Тебе нужен? Мне нет. А почему? Ну, я в этом районе нечасто гуляю, появляюсь. Вот. Поэтому парка, мне кажется, достаточно здесь. Сложно будет с транспортом при строительстве. Что думаете насчет этого? Ну, кому я считаю, кому нужно. Все равно сюда доберется и отдаст свое должное. Там же уже памятник есть один. Возможно, где-то и другое место можно подыскать. И в завершение выпуска в центре Барнаула могут открыть ресторан в здании бывшего НКВД, где, предположительно, располагались камеры для заключенных, где, возможно, проводили расстрелы арестованных. Управление Народного комиссариата внутренних дел располагалось в доме купца Морозова на протяжении 30 с лишним лет. Сейчас завершают очередной этап восстановления исторического памятника. Уже осенью должны завершить ремонт фасада со стороны внутреннего двора. Вполне возможно, в будущем в бывшем здании НКВД появится летняя веранда, кафе или ресторана, утверждает владелец дома Владимир Куликов. Тем более, под заведением могут отвезти целый этаж в пристройке рядом. Она не имеет статуса памятника архитектуры. Добавим, летом волонтеры очистили арку, на которой в 1930-е годы писали свои имена, оказавшиеся в тюрьме НКВД. В будущем планируют разобрать подвальное помещение, где, возможно, проводили расстрелы заключенных. Кроме того, разрабатывают экскурсионный проект о разных исторических периодах здания на Ползунова. На этом у меня все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok